МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эрудит пятерка! АПЛОДИСМЕНТЫ После долгой прервы мы снова с вами. И у нас игра... Ну, у меня без галстука, а у команд без шарфиков. У нас сегодня играют гимназисты. И вот их фирменные корпоративные галстуки, пиджаки, кардиганы. Очень не хочется прятать под наши шарфики. Они и так красивые, великолепно смотрятся. Итак, игра без шарфиков, гимназисты 7-8 классы. Слева от меня команда Николая Коновкова, 51-я гимназия города Гомеля. АПЛОДИСМЕНТЫ И любимый тренер этой команды Марина Ильина Маслова. Справа от меня синяя команда Антонина Сорокина и ее друзья, 56-я гимназия имени Вишневского. Ну, руководитель этой команды, как и многими хорошими делами в гимназии, заводчик по устанавливательной работе Татьяна Владимировна Бычкова. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, и пора, собственно, приступить к игре. Николай, у вас есть человек с самой мощной интуицией, который поверит всему, чего только надо? Конечно. Это Анастасия. Хорошо. Антонина у вас? Это Лиза. Итак, Анастасия против Лизы. Вперед! Лиза! 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 Итак, внимание. Итак, внимание. Верите ли вы, что отцом Пиноккио был папа Карло? Лиза? Нет. Что, серьезно? Я верю. Нет, вы уже сказали нет. Что же тут делать? На самом деле, Буратино был папа Карло, а отцом Пиноккио был столяр Джипетто. Так что вы абсолютно правы. Лиза, пять очков. Верите ли вы, что мусульманам запрещено есть говядину? Фальстарт у вас, Анастасия. За ним очень строго следит наш электронный судья. У Лизы есть шанс? Верю. Нет, им запрещено есть свинину, говядину, сколько угодно. Продолжаем. Верите ли вы, что маленьких поросят называют сливочными? Фальстарт у вас теперь, Елизавета. У вас, Анастасия, шанс. Нет, не верю. Маленьких поросят называют молочными. Умница. Пять очков тебе за это. Верите ли вы, что нефть тяжелее воды? Да, верю. То есть нефть уходит сразу. А вот вы радужную пленочку такую не видели на луже после того, что машина на ней постоит и бензин прольет. Нефть плавает по поверхности воды, она легче воды. Теперь вы это знаете. Играем. Верите ли вы, что простоквашу и сметану получают с помощью грибков? Настя? Да, верю. На самом деле простоквашу и сметану это молочно-кислые бактерии. Вот теперь вы это знаете. После блефа игры у нас счет 5-5, равный счет, равная игра, дуэль-игра. Пока игра равная, только-только обменялись, что называется, пистолетными выстрелами, шпажными выпадами. Наши команды дуэль-игра, вот тут же лицом к лицу. Пять тем, пять боев. Внимание, темы. Звезды и планеты. Города и деревни. Пословицы и поговорки. Флора и фауна. Цари и император. У вас 5 секунд, чтобы принять решение. Время. Раньше, чем 5 секунд, успели наши команды. Хорошо готовились. Итак, внимание. Первый бой. Звезды и планеты. Николай, звездочета в вашей команде назовите. Настя. Настя младшая. Да. Благодарю вас. Антонина у вас. В нашей команде это Семен. Итак, Настя, проявим Семена. Вперед. Настя! 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 Внимание. Играем звезды и планеты. Это ближайшая к нам звезда. Это звезда Проксима в созвездии Центавра. Вы не согласны с вами? В микрофон, пожалуйста. Солнце. Это правильный ответ. Самая близкая к нам звезда. До Проксимы Центавра 4 с лишним световых годов. Солнечная система. Конечно, в солнечной системе наше Солнце. Это тоже звездо. Настенька, браво. Отлично. Играем дальше. У Земли есть один естественный он и множество искусственных. Настя. Спутник. Отлично. Играем. Этой греческой буквой обозначает самую яркую звезду созвездия. Да, Настя? Альфа. Блестяще. Семен. Соберитесь. Это планета тезка римской богини любви. Да. Луна. Луна, нет. Семен? Венера. Венера, это правильный ответ. Отлично. И заканчиваем тему. У Сатурна астрономы обнаружили их еще в 17 веке. Они это? Кольца. Кольца, конечно же. По-моему, сейчас Насте просто нужно искупать в аплодисментах. Человек такого небольшого возраста и роста. Настя, сколько вам лет? Девять. Девять. Скоро будет десять. Двадцать пять десять. Впереди пятьдесят первая геннадия. Играем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пришло время поговорить о городах и деревнях. Итак, кто у вас такой урбанизированный? Это Илья. Илья, великолепно. Антонина, у вас? У нас это Катя. Итак, Илья против Катерины. Вперед. Время! 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 Я напоминаю, что наш электронный судья не спит и правила фальстарта действуют. Итак, поехали. Жители этого города ходили в зеленых очках. Сказочный город. Да? Изумрудный. Город изумрудный, конечно. Мы идем туда дорогой трудной. Отлично, играем. В этой деревне проводил свои каникулы дядя Федор и его друзья. Да? Пастаквашина. Отличный ответ. Катя. Спокойно. Американский город был затоплен в 2005 году после урагана Катрины. Да, интересный такой хороший город. А называется он Новый Орлеан. Теперь вы это знаете. Играем. Увеличение городского населения за счет деревенского называется? Да, Катя. Урбанизация. Великолепный ответ. Точный. Браво. Эта белорусская деревня погибла 22 марта 1943 года. Да? Хатынь. Хатынь. Это правильный ответ. И после второго боя снова впереди 51 гимназия. 40, 15, 56 встряхнулись. Я в вас верю. Пословицы и поговорки следующего. Играем. Итак, внимание. Итак, внимание. Итак, внимание. Пословицы и поговорки. Есть у вас человек, который владеет русским языком настолько, что может связано сказать какую-нибудь пословицу? Я считаю, что это Анастасия. Анастасия, запомните, это ваш последний, второй выход. Великолепно. Антонина, кто у вас? Пойду я. Великолепно. Настя проявит Тони. Вперед. Саня. 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 Русская поговорка советует готовить это транспортное средство летом. Прошу. Сани. Готов. Сани летом и телегу зимой. Да? Пять очков. На воре, как известно, она горит. Фальстарт у вас. У Тони есть шанс. Что горит на воре? Три, две, одна. На воре зал. Шапка. Шапка горит, конечно же. Римляне опасались больших скоплений рабов. Даже была такая поговорка. Сколько рабов, столько их. Да? Убийств. Сколько рабов, столько... Боялись они. Три, две, одна. Сколько рабов, столько врагов. Вот так перевели эту поговорку в рифму на русский язык. Играем. Белорусская прымовка. Белорусская прымовка. Где розумом не дойду, Дык, уй-ой, у все знайду. У шапцы? Не. Справданные учни шукают информацию неде у иншем мессцы. Калиласка. У книзя. У книзя. У книзя. У книрцы. Добро. Фрэнсис Бэкон утверждал, что знание это... Сила. Сила. Это правильный ответ. После пословиц и поговорок разрыв в счете немножко сократился. 45-25. Мы играем в следующий бой. Николай Флора и Фауна. Следующий бой у нас, так называется, такая тема его. Нужен человек, который сведущ в биологии. Пойдет Арсений. Арсений. Ух ты. Хорошо. А у 56-й генназии? Лиза. Лиза. Итак, Арсений против Лизы. Вперед. Лиза. 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 Поехали. Так звали древнеримскую богиню цветов и весны. Фальстарт Лиза и у Арсений Шанс. Не знаю. Не знаете. А тема-то у нас какая? Флора и Фауна. Так вот звали ее Флора. Теперь вы это знаете. Играем. Этих дружелюбных млекопитающих называют интеллектуалами моря. Лиза. Дельфины. Дельфины блестящие. Вот есть Флора, есть Фауна. А вот эти объекты тихой охоты не относятся ни к Флоре, ни к Фауне. Лиза. Отдельно. Это... Ну? Это люди. Люди? Не, мы фауна. Прошу. Я одну. Нет, ребятушки. Это отдельное царство, есть царство растений, царство животных, а это грибы. Тихая охота, это охота за грибами. Лиза, теперь вы это знаете. Играем. В названии этого желто-синего цветка сразу два человеческих имени. Фальстарт у вас, Арсений. Очень строг наш электронный судья. Лиза. Ромашка. Ромашка. А где два имени? Ром и Ашка, да? Рома и Машка. Рома и Машка. На самом деле, может, знаете, Арсений? Мать и Мачеха. Нет, мать и Мачеха не имена, это социальный статус семейный. Иван да Марья пыталась изо всех сил маленькая Настя нам сказать, но кто же ей даст. Итак, внимание. Именно столько щупалец у осьминога. Фальстарт у Лизы. Арсений. Восемь. Вы не поверите, восемь. Итак, странная игра у нас на флоре и фауне получилась. И счет у нас после четвертого боя 50-30. Следующий бой. Итак, пришло время поговорить о башмаках, о сургуче, о королях и капусте, о царях и императорах. Николай. Я пойду. Понятно. Антонина, кто у вас остался? Миша. Итак, Николай Продюмихаила, вперед! Миша! 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 Он первым среди русских царей назвал себя императором. Петр Первый. Петр Первый, отлично! Именно это отменил русский император Александр Второй. Прошу. Крепостное право. Крепостное право, отличный ответ, да. От имени императора Священной Римской империи Карла Великого пошло это слово, обозначающее венциносную особу. Да. Король. Король, великолепно! Карл Король. Нерядовые знания, браво! В честь этого римского императора назван целый летний месяц. Фальстарт у вас, Николай. У Михаила получился шанс. Ну-ка. Август. Октавиан Август, да. Или Юлий Цезарь, Юлий Август. Два ответа я принимал. Любой из вариантов. Прекрасно. И последний вопрос. Говорят, что если очень-очень-очень давно, то это при этом царе. При царе Горохе. Браво! Ну что ж, Михаил немножко подтянул свою команду вверх и разлив стал совсем маленьким. 55-50, 56-я гимназия нагоняет. Играем! Горохе! 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 Наше скоростное централизованное тестирование на всех парах подкатывает к нашей студии. Вопросы с вариантами. Тема фразеологизмы. Но не только русский. Устойчивое сочетание слов. Итак, Николай, кто у вас настолько владеет русским и прочими языками? Настя. Маленькая Настя. Да. Хорошо. Антонина, кто у вас? Я. Великолепно. Это ваш последний выход, напоминаю. Итак, Настя против Тони. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Кнопку на кнопку ручки положили. Хорошо. Не забывайте нажимать. О непроверенных слухах говорят, что их принесла на хвосте. А. Синица. Б. Ворона. С. Сорока. Фальстарт у Тони. Настя? Сорока. Сорока. 10 очков сейчас принес человек в своей команде. Если что-то бесследно исчезло, то говорят, как корова А. рогами снесла. У вас, к сожалению, фальстарт, Настя, вы поторопились. Хвостом смахнула. С. Языком слезала. Языком слезала. Языком слезала, это правильно. Ты плюс 10 очков, Антонина. Горячая собака или горячие собаки. Так дословно переводится название. А. Булочки с сосиской. Б. Сэндвич из сыра. И. С. Пиццы с колбасой. Тоня? Булочки с сосиской. Булочки с сосиской. Хот-догс. Да, горячие собаки. Буквально 10 очков. Забежите на счет 56-й гимназии. Подпустить красного петуха. Когда-то означало. А. Зарезать. Б. Поджечь. И. С. Рассказывать небылицы. Фальстарт у вас, Тоня. Что ж такое? Прошу вас. Рассказывать небылицы. Нет, подпустить красного петуха означало поджечь. Красный петух. Пожар. Теперь вы это знаете. Играем. Вертеться, как белка в колесе. Означает. А. Развлекаться, ничего не делать. Б. Быть в беспрестанных хлопотах. И. С. Бежать очень быстро. Да. Б. Б. То есть быть в беспрестанных хлопотах. Да. Я кручусь, как белка в колесе. Вы правы. Отличный ответ. Итак, после теста игры 75-70 разрыв остался прежним. Славь, играем. Наше любимое развлечение, наверное, будет пятерки угадывать картинки, но мы решили усложнить задачу на этот раз. Все-таки гимназисты играют. Это вам не что-нибудь. Мы убрали буквы с картинок, но немножко упростили. Вам нужно будет просто угадывать, называть героев известных мультфильмов. Коля, кто у вас смотрит мультик и любит? Пойдет Арсений. Арсений пойдет. Великолепно. Антонина, любитель мультфильмов у вас? Катя. Арсений против Кати. Вперед! Ничего, ничего нажимать не нужно. Я по очереди обращаюсь к каждому из игроков. Правильный ответ, в свою очередь, 15 очков. Игра на подборе 10. Итак, начинаем мы с выигрывающей стороны. Арсений, прошу, ваш слайд. Точный ответ? Ёжик. Все? Екатерина? Ёжик в тумане. Ёжик в тумане, конечно. Ёжиков много, а вот такой милый, красивый ёжик в тумане, который несет на палочке светлячка вместо свечки, он такой милый, хороший один. Ёжик в тумане, 10 очков. Катя, играем с вами. Можно в любом порядке. Как зовут? Три, две, одна собачки. Понятно. Арсений, может, вы знаете? Барбос. И? 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 Три? Шарик. Шарик. Ой, Бобик в гостях у Барбоса. Великолепный мультик. Советую посмотреть. К сожалению, не получилось ни у Кати, ни у Арсения. Арсений, играем с вами. Лебенок. Да. Да, конечно. А там еще второй был герой. Черепаха. Черепаха, как же любой. Лебенок и Черепаха пели песню. Да, великолепно. Я на солнышке лежу, я на солнышке гляжу. Отлично. Арсений, а вот давайте спойте. Я на солнышке лежу, я на солнышке гляжу. Отлично. Аплодисменты нашему филиал проекта «Голос наэрудит пятерки». Великолепно. 15 очков заработал Арсений. Катя, играем с вами. Это котенок Гав. Котенок по имени Гав, конечно. Великолепный мультик, великолепная серия. А котенок-то какой. Так и хочется его почесать за ушком. Арсений, играем с вами. Нужно назвать этого героя по имени. Тишина. Знайка. Это Знайка, конечно же, да. Из мультика «Приключения» и Знайки его, друзей. Великолепно. Катя, ваша очередь. Маугли. Маугли, конечно. Вот он какой красавец. Или его братья молочные волчата. Прекрасно. Арсений, играем с вами. Точный ответ. Ну, тихо, тихо. Паравозик. 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 Откуда? Из Бара. Понятно. Катя? Паравозик. Из? Ну, Настя, скажи громко. Паравозик из Ромашкова. Из Ромашкова, конечно же. Великолепно. Катя, Катя, играем с вами. Это щелкунчик. Щелкунчик. Великолепно. Очень классный мультик под классическую музыку из балета Чайковского. Арсений, для вас. Ну, тут трудно. Трудно, трудно. Это Колобки. Братья Колобки или братья Милу Дуброва. Великолепный ответ. А чудный мультик, особенно как и слона пропавшего полосатого. Искали слон полосатый, редкий. Катя, играем с вами. Это Кот Леопольд. Ребята, давайте жить дружно. И это правильный ответ. Великолепно отыграл я, Арсений. Давайте наградим его аплодисментами. Катя сыграла блестяще. Катя, я вам скажу следующее. Вы вывели свою команду вперед. 120, 140, 56-я, Фредди. Итак, внимание. Риск, игра самая сложная, самая опасная, самая рискованная, как это исследует из ее названия, игра. Правильный ответ плюс 20, неправильный минус 20. Обычно на эту игру выпускают самого мощного, самого умного, самого выдержанного игрока. Николай, кто это у вас? Это Илья. Это Илья. Ну, насчет самого выдержанного не знаю. Остальное посмотрим. Антонина, кто у вас достоин риска игры? Миша. Миша. Итак, Илья против Михаила. Вперед! Миша! 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 Звезды и планеты. Именно по этой планете сейчас бродит аппарат под названием любопытство. Кьюриозити. Да. Марс? По Марсу, конечно, еще драмный. 140-140. Ну, Марс у нас просто как планета шелезяка из мультфильма про третью планету. А вот воды нет, полезных ископаемых нет. Нас целена роботами. Там ходят американские роботы. Правда, с российскими приборами. Играем дальше. Города и деревни. Один из афоризмов Юлия Цезаря звучал так. Лучше быть первым в деревне, чем вторым. Где? Михаил? В городе. В каком именно? В Риме. В Риме, отлично! Да. Играем. Пословицы и поговорки. Без него не добудешь водное позвоночное из искусственного водоема. Труда. Без труда не вынешь рыбку из труда. 160-160, счет равный. Флора и фауна. Вы знаете, что в Африке можно совершенно не бояться аллигаторов? А почему? Миша? Потому что челюстно-разжатие у аллигатора с обеим на сжатие. Минус 20. Увы, Миша. Будете отвечать? Нет. Нет. А вот это и был правильный ответ. Нет в Африке аллигаторов. Аллигаторы водятся в Южной Америке, к сожалению. 160-140. Внимание, решающий вопрос. Цари и императоры. Официальный титул русского царя. Его милостью царь всея Руси. Чьей милостью? Прошу. Божью. Божьей милостью царь всея Руси. Браво, Илья. Большинство зрителей болело за синих. Итак, в этой игре у нас победила 51-я гимназия. Я, опять-таки, традиционно говорю, что просто уверен, что в какой-то из последующих игр, а мы не прекращаем играть в нашу Руди Пятерку, команда 56-й гимназии Мишневского еще себя покажет. Тем более, я уже просто вижу некоторые лица, которые могут у нас засветиться, засверкать ярким алмазным светом в наших новогодних играх, которые будут в декабре. Итак, победа 51-й гимназии. Подарки от телерадиокомпании Гомель. Ну, а я обращаюсь к тем, кто сейчас по ту сторону экрана нам аплодирует и, собственно, хочет продолжать смотреть Руди Пятерку. Мы выходим еженедельно. Смотрите нас, включайте нас, ищите нас в программе. На Беларусь 4 Гомель, Руди Пятерка. И самое главное, смотрим Пятерку, получаем десятки, играем! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова